Еще в конце апреля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос похвастался своей новой татуировкой. На фото. Но народ в социальных сетях не так впечатлила сова на плече, как швейцарские часы на руке за 17 тысяч долларов. Ведь официальная зарплата чиновника около 48 тысяч гривен в месяц. Кстати, своими дорогими аксессуарами в последнее время удивляют многие депутаты. Их имидж до выборов и сейчас кардинально изменился. Как узнавала наша Аня Алицкая. Она месяцами следила за часами, сумками и даже шубами парламентариев. И прямо сейчас расскажет, сколько тысяч одета на нардепах. До Евромайдана политики смело выставляли на показ все, что нашопили непосильным трудом. Рейса Васильевна, как вам развлекаться, шиковать? С вашими сумками Эрмес, Биркин. Устрицы с шампанским любите? Конечно, хороший продукт. Но после 2014-го во власть пришли они – простые журналисты, активисты и сотники из народа, одетые в камуфляж, вышиванки и запредельно бюджетные… Шлепанцы без носков в Раде. Шлепанцы и Раде. Это даже нельзя комментировать. Слов нет. Дорогие аксессуары объявили пережитком. Оппозиционным или ригевским. Говорили у них и на еду впритык. Пришли обеды, конечный результат. Еще остались там 4 гривни. Денег не хватает. Но я уже стрельнул. 100 гривен в пятерка, 50 гривен у березы. Сейчас вот думаю, как отдавать. Но то было поначалу. А что теперь? Когда у людей появляются деньги, в первую очередь начинают что делать? Жрать и бухать. Сразу же идут по магазинам. Я собираюсь вывернуть нардепов лейблом кверху. А шубы? Где в гордоробе? Стоять, сядь. И оценить их новые образы при помощи экспертов. Папарацци с сенсациям, по этикету и политтехнолога. Сейчас происходит, ну будем называть течение. У меня дешевле, а у меня еще дешевле. Давайте будем удешевлять все вместе с нами. Придумать, откуда у него появилась эта вещь и сразу же удешевить ее так раза в три. Зарян Шкиряк, задекларировавший полтора миллиона гривен дохода, всерьез уверяет, что любит поношенные вещи. У меня есть вещи, и даже куртки, которым по 10 и по 12 лет. Когда доношу то, что уже ношу, а тогда уже купую. Я почти поверила в чудеса экономии, но заметила брендовый кашемировый свитерок. Что за бренд у вас свитера, если можно посмотреть? А, это голо, да? Стоит от 200 до 400 долларов. Ну, это же, в принципе, дорогий свитер. Ну, я не знаю, дорогий, недорогий, на сколько он дорогий, но это подарунок. Отмазки вроде мне подарили, мне подарил кто-то на какую-то дату от политиков. Это чистой воды жоп. Вы можете посмотреть, какой бренд вашего реглана сегодняшнего? Я даже не знаю. Я могу посмотреть. Ну, давайте после, мне на камеру. Сколько он стоит? Ну, примерно. Слушайте, ну, я не знаю. Это было давно. Смотрите, мне шокин неинтересно. Вообще, вообще нет. Я ненавижу ходить по магазинам. И посмотрите, аскетичный камуфляж практически исчез. А вы сегодня вот в камуфляже, можно сказать, практически один. Почему сейчас никто в камуфляже не ходит, кроме вас? Ну, я никому не судья. Уважаю, что это неправильно. Комбат Семенченко перед выборами не то, что камуфляж, а даже балаклаву в телефирах не снимал. Вот вы сегодня в костюме. Что за бренд? Украинский? Без понятия. Можно посмотреть? Посмотрите. Цена подобного костюма Made in Czechia около 4 тысяч гривен. И даже казак-бессеребренник уже без камуфляжа. Что вы не... Здравствуйте, извините. Не увлекайте меня так на породи. Здравствуйте. Что за костюм можно подивиться? Что за виробник? Украинский виробник. Ленки из Менсура. Сколько костюм? Не знаю. Я не знаю, но в рейтинге 500-600, я не знаю. Где вы такие цены находите? Есть такое место, славное Коломия. Там такой магазин. Там что, все по 500? Ну, и по 300, и по 200, и по 100. Ну, если Михайло и научился хитрить, то недостаточно масштабно считает политтехнолог. Казак Гаврилюк не в состоянии представить себе те деньги, которые он может украсть. Поэтому он их никогда не украдет. Но он простой. Это закрывает Гаврилюку возможность быть мерзавцем. Но неужели тренд на камуфляж не доживет до перевыборов? Камуфляж носит два типа людей. Первый тип людей – это военные, которые на войне, там, где нужен, в принципе, камуфляж. А второй – это люди, которые очень боятся получить по морде. Камуфляж недопустим. Депутаты пренебрегают установленными правилами делового дресс-кода. Они успели вернуться из фронта, как они говорят. Это манипуляция нашим сознанием. Якобы я пропах порохом и дымом, а сам только что из ресторана, но в камуфляже. К тому же аскетичный военный крой не слишком гармонирует с набранным весом. Набрал 6 килограмм лишних, потому что питаюсь 11 день вечером. Все, все очень сильно поправились. Очень много таких ребят, которые в первую очередь начали наедать. Семенченко, на котором рвутся все костюмы. Поросюк поправился. Когда он начал общаться с Днепропетровской группой, Корбан, Филатов, они взяли всех этих изголодавшихся. Появились машины, появились какие-то костюмы. Ну и, кстати, вот Ярош. Мы не боялись говорить правду никогда. Тот факт, что он сейчас отошел от политики, его нигде не видно, говорит о том, что он пришел в себя, понял, кто и как его использует, и просто спрятался от этой истории, чтобы не компрометировать себя. Видимо, где-то у него дошло до него. То есть я последние фотки, которые я его видел, это там где-то дома, с семьей, в вышиванке, с бутылкой водки на столе, с закуской какой-то. Но вот нету вот этого китча все-таки. А все остальные клоуны продолжают менять наряды просто вот все для новых историй. Был один спектакль, актеры остались. Периодически актеров переодевают и продают людям во время выборов. Помните Владимира Ильича Ленина, который выступал, комкая фуражку в руках, приблизиться к народу. Вот такой вот он. Хрущев, соломенный брыль и вышиванка, такой якобы фермер, простак, хотя была еще та акула. Вот он пытался скрыть свои вот эти щучьи акульи зубы за вот такой наивностью и простотой. И Ющенко с платочком в карманчике, который, как выяснилось, и в политике придавал больше значения форме, чем содержание. Одежда что-то говорит о человеке, что-то нам рассказывает. Те, кто не вчера привык солидно одеваться, пытаются не выпячивать достаток. Так, Wolf and Kashmir, то есть где-то стоимость сколько? Ну, тысячу долларов, вы думаете, или больше? Немножко меньше. Немножко, да? Что за бренд костюма сегодня? Что это, немецкая какая-то? Сколько костюма? То есть в районе 6 тысяч, я думаю, да. А где же главный мужской аксессуар? Часы. А ну, давайте. О, деревьяни? Коштует страшные гроши, 140, 149, стаец, чи 129, навіть, евро. Купил на базаре в Орлеане. Но большинство нардепа вообще с голыми запястьями. Нет. Ничего. То есть нынче, я так понимаю, депутаты ничего не надеют. Либо оставляют где-то бардачки в дневной войне. Я часы уже не ношу. Что у вас сегодня на руке? Ничего. Подождите, я не могу понять. В Раду вы снимаете где-то в автомобиле, кладете бардачок? Почему? Очень редко. Ну, я просто смотрю, что половина депутатов не носит сейчас часы. С чем это связано? Нет, я их никогда не носила. Чтобы не светиться? Нет. Депутат Сергей Рудек, которого недавно сфотографировали с золотыми роликсами, сейчас рассказывает, что он их купил в 2006 году. И вообще, вот ссылка вам на антикварную винтажный магазинчик какой-то в Италии, там, где зажиточные итальянцы отдали эти часы. И вот их там можно купить, на самом деле, не за 10 тысяч долларов, а за 4 тысячи долларов. Но то, чем не позволено светить рядовому депутату нормкор для чиновников более высокого полета. Сколько же стоят аксессуары на руках власть имущих? И чей дресс-код искренне рассмешил экспертов? Смотрите уже через несколько минут. Одни сменили камуфляж на деловые костюмы. Украинские рубли. Треньки, кто 635? Другие обзавелись сумками фейковых брендов. Ну, то я, та сумка, о которой вы спрашиваете, она была без какой-либо лэбы. Как после выборов поменялся имидж нардепов? У Сергея Пашинского из розового золота, ремешок из кожи аллигатора. Заказываешь такси, получаешь спам из смс-а. Где вы взяли мобильник? Кто делает бизнес на номерах наших мобильных? У Штатов, это можно сесть в тюрьму и заплатить большой штраф. И можно ли избавиться от надоедливых сообщений? Я хочу подать на них заявление. А наша Аня Алицкая продолжает выяснять, кто же главный брендоносец в Верховной Раде и как гардероб депутата влияет на его имидж. К расследованию Аня подключила эксперта по этикету, политтехнолога и папарацци. И они уже разглядели на одном из политиков костюм за тысячу долларов и свитерок за 300 уе. А кто носит сумку из молодого теленка за 600 тысяч гривен? И чья зарплата позволяет щеголять часами за 360 тысяч с ремешком из кожи аллигатора? Но то, чем не позволено светить рядовому депутату нормкор для чиновников более высокого полета. У главного военного прокурора, я там запомнил, что когда мы были в Дебальце, он себе картие покупал. У Матиаса их всего 4 пары, примерно на полмиллиона гривен. У министра МВД Авакова брендовых часов 3 пары. А у генпрокурора Юрия Луценко ходики из белого золота за почти 800 тысяч гривен. Но золото тикает и в Раде. Одни из самых дорогих часов Верховной Рады у Сергея Пашинского, народного депутата, они выполнены из розового золота, ремешок из кожи аллигатора, порядка 360 тысяч гривен. И не страшно ему по улицам ходить, кожи аллигатора, золото. На самом деле по улице он не ходит, он передвигается на автомобиле класса люкс, которые стоят порядка 3,5 миллионов гривен. И Пашинский один из немногих депутатов, кто позволяет ездить себе с мигалками по городу, поэтому он может себе это позволить. А вот давний бизнес-партнер Авакова еще по харьковскому бизнесу. Юринька, есть для меня такой неуловимый нардеп Игорь Котвицкий. Сколько раз к нему не подходило спросить бренд его костюма, он не давался, и последнее, что он сказал. А что у вас за бренд костюма? Воронин. Серьезно? Я, конечно, понимаю с его декларацией. Аня, ты же понимаешь, что ему есть что скрывать, если там только у него верхняя одежда в декларации за 300 тысяч гривен, если у него костюмы по 100-150 тысяч гривен. Возможно, это то самое свеже задекларированное пальто за 128 тысяч гривен. Но на самом деле Котвицкого, скажем так, попалила его дочка Виолетта. Мы нашли ее инстаграм, у нее сумасшедшая коллекция брендовых сумок, у нее шубы, у нее супердорогие гаджеты, есть видео с вечеринок. Что скажешь по поводу Олега Ляшка? Вот на вид вроде такой скромный. На самом деле, какой он есть? На самом деле, существует феномен Ляшко. В Верховной Раде это очень скромный депутат, у которого часы за 3 копейки, у которого носки за 3 копейки и галстук за 3 копейки. Итого 9 копеек и Ляшко уже как бы в Раде. А ведь в декларации у Олега покупка нового дома за почти 10 миллионов гривен. Но на самом деле, назовем его брендоносцем. У него очень дорогие вещи, в которых он является в повседневной жизни. Это очень модная курточка, стоит 57 тысяч гривен, сапушка енота. И, как оказалось, эта куртка есть у мэра Киева Виталия Кличко, у Ляшко, у его кума и соратника Юрия Сухина, с которым он, кстати, проводит все свои каникулы. Ездил с ним в Таиланд, ездил с ним в Австрию. Плюс такая курточка есть у страдальца Романа Насирова. У Ляшко из последнего есть супер-мега-непродуваемая ветровка. Она стоит около 30 тысяч гривен. Я проверила. Магазины премиальной деловой одежды никуда не делись. И везде уже приспособились к новым постмайдановским трендам. Ищу своему шефу костюм. Он нардеп. Я нардепу практически всем надеваюсь. Если не будет разворачивать полость, портной может к вам приехать. Если он не хочет появляться в публичных местах. Но наши так делают, в принципе. То есть популярно, да, делают? Ну, не все хотят себе. А теперь приценимся к женским лукам. Итак, кто же главная сумоистка и шубофил Верховной Рады? Я сейчас разузнаю. Я установила слежку еще в феврале и посчитала всех шубоносцев. Ага. Одна, два, три, четыре, пять. 20-25 шуб. Да. Интересно, что мужчины предпочитают одеваться ценным мехом внутрь или вообще у порога отдают одежду личному водителю. А вот женщинам в холода сложнее отказаться от меха. Скажите, что сейчас нынче в моде у девушек в Верховной Раде? Шубы остаются трендом? Да нет. Мода в Верховной Раде. Почему? Я пишу законы и принимаю. Но вопреки отсутствию интереса к моде, вижу французскую брендовую сумку. Значит, Людмила Денисова, она такая себе модница. Она очень любит дорогие аксессуары, в частности, сумки. У нее очень большая коллекция брендовых сумок, итальянских, французских. Это черный саквояж, это плетенка, это две цветные сумки. Ценовой диапазон их где-то от 30 до 70 тысяч гривен. Нардеп не имеет права быть модным. А знаменитая революционерка Таня Черновов носит чернобурку. Что касается меха, есть слабость. Правда, уже бывалою. А чтобы не быть уличенной в чрезмерной роскоши, Таня имеет железный аргумент. На шубе – боевое ранение. Дивите, видите, видите, это формата в период беркута, в период Майдана. А сумочка? Можно. 300 гривен. На рынке купили? А когда это? На что, век назад? На распродаже. Виктория Сюмар героически выходила на мороз взябком пальтишки. Хотя… А есть у вас шуба в доме? Есть. Норка? Чисто из чего сделала? Сколько стоило? Одна тысяча долларов, здається, інша десь дві. Если вы рады не носите, то куда? Весь Майдан был в этой шубе, потому что было холодно реально. Вона, здавалось, что никогда уже с этим запахом дима, іншого просто не будет. Но ничего, в принципе, они носятся. А с приводу сумки, что у вас сегодня с собой и взагалей? Штиряная сумка. Я думаю, что сейчас, ну, как бы не час там выставлять какие-то очень дорогие вещи. Найдорожшая сумка, какая у вас? Луи Витон. 400 евро я в Парижі купила себе. А сейчас, конечно, с этим соромно выходят. Виктория Сюмар. С ней есть очень интересная история. Фаппаратцы в Раде сфотографировали ее в новых трендовых бетинках. И мы нашли их реальную стоимость. Стоят они порядка 13 тысяч гривен. Но она, когда давала нам комментарий по поводу этой обуви, оговорилась, что на самом деле это можно найти такие ботинки на сейле на американском сайте. И она их приобрела где-то приблизительно за 200 евро. Надежда Савченко, которую сняли в пуховике, на самом деле пуховик итальянский стоит 5 тысяч гривен. 5 тысяч гривен. Аня, нет, на следующий день что? Мы купили его в Львове за 1900. Ну, то есть все хотят удешевить все в три раза. Но скрывать дорогие бренды хотелось не всем. В Верховной Раде был так называемый модный голод. Но начался пир, когда пришла Оксана Белозир в Раду. Мы насчитали, что за неделю она выгулила коллекцию своих аксессуаров общей стоимостью 150 тысяч гривен. И вот буквально на днях снимали ее с новой сумочкой, которая стоит порядка 2 тысяч долларов. То есть она продолжает это делать и, будем говорить, не стыдится того, что у нее действительно есть брендовые сумки. И не спешит рассказать, что это наследство от прабабушки или это там было куплено у негра в Италии где-то на набережной. После чего и другие дамы начали смелее выгуливать свой сумочный парк. Но... Они прибегали к таким хитростям, как носили сумки логотипами к себе, чтобы было непонятно, какого бренда эта сумочка. Смотрите, как непринужденно сумочка отворачивается лейблом внутрь во время съемки. За сколько вы купили реально ее? Это я себе, можно так сказать, робила подарок минулого года, там на 8 березня. Коштует больше тысячи фунтов стерлингов, но совсем не те деньги, которые там были зазначены в интернете. Если речь идет о трехцветной сумочке, которая, кстати, есть у кумы президента Оксаны Белозир, также такая сумочка есть у дочки богатого депутата Котвинского, то первоначальная стоимость этой сумки на самом деле 170 тысяч гривен. Но сейчас на сайтах, так как это уже прошлые коллекции, ее можно найти на сейле, и она будет стоить 70 тысяч гривен. В принципе, это да, это чуть-чуть больше, чем 1000 фунтов. Но это мелочь по сравнению с этим французским крокодилом. Один из самых высокобюджетных гардеробов РАД Ирина Луценко. Она любит избранные бренды. Если взять самую дорогую сумку из коллекции Ирины Луценко, то она стоит 770 тысяч гривен и выполнена из кожи такого себе симпатичного крокодила. Та же модель и у Татьяны Донец. У нее есть сумка из кожи молодого теленка, она стоит порядка 600 тысяч гривен. И возникает вопрос, откуда, за что, за наши с вами деньги. Мы платим как налогоплательщики, живем жутко, и с каждым днем все хуже. А они позволяют себе носить такие дорогие аксессуары. Вот это, моветон. Это цинично, это наплевательское отношение к народу. Вот людям нужно понять, что политик, чем проще одет, тем он дороже выглядит, тем выше его капитализация. До тех пор, пока они этого не поймут, они будут конченными колхозниками. А через год после революции в Раде появилась третья, очень похожая модель французской вип-сумки. У Оксаны Продан. Но как только в прессе обнародовали ее цену... Оксана Продан, которая на следующий же день начала опровергать информацию о своей красной сумке. ...и лично оставляла комменты под статьей в селебрити-таблоиде со своего аккаунта в соцсети. Это не фейковая сумка. На ней нет никакой марки. Это просто красивая и красивая недорогая сумка. Вот часто ли покупаете фейки? Ну, то я сложно говорить, что такое фейк, что такое не фейк, потому что та сумка, о которой вы спрашиваете, она была без какой-либо лебы, без какой-либо надписи. То есть просто кому-то понравилась или не понравилась форма. Неожиданно, что Оксана, в чьей декларации числятся 6 квартир и 2,5 миллиона гривен сбережений, а у супруга 9 миллионов гривен и под 1,5 миллиона долларов, приобретает фейковые копии. Сейчас новая мода, наши депутаты все ходят в фейках. Сумки пошили на самом деле тысячи маленьких китайцев где-то в подворотне в Шанхае. Все они купили по скидке или в винтажных магазинах, или вообще это история с часами Александры Кужель, которая потом рассказала, что на самом деле это муж ей перевез их из Египта или откуда-то, и это там у какого-то араба было куплено. Сейчас всем выгодно, чтобы все было фейками. Хуже, чем жлоб, который покупает из-за обилия денег дорогую вещь, только жлоб, который покупает фейк. Ну вот это чудовищно на самом деле. Это вообще пик безвкусицы. Другой способ отвлечь внимание от дорогого аксессуара – надеть под него вышиванку. Сергей Рудык, например, носит вышиванку с часами за 280 тысяч гривен, которые пока забыл внести в декларацию. То есть это казус, это норма, когда надевают вышиванки вместе с роликсами, либо же с дорогущими сумками. Вышиванка и черная юбка. И какие-то демократичные аксессуары. Да. Вот тогда это выглядело бы не как манипуляция, и не как безумное желание вызвать ощущение патриотизма. В Европе наши политики – это клоуны в лакированных туфлях, в дорогих часах. То есть это люди, для которых важна в первую очередь показательная какая-то история. То есть мы богаты, у нас все хорошо, у нас все замечательно. У нас в стране никто не хочет быть политиком. У нас в стране никто не хочет быть честным генеральным прокурором. У нас никто не хочет быть честным депутатом. У нас все хотят быть самыми богатыми и яркими. Вот я вам просто скажу, самый вопиющий на моей памяти безвкусица – это был депутат Владимир Арьев в черной футболке, на которых стразами был выложен череп. Вот на конкурс «б**» – это первое место. В этом созыве бывалый Арьев уже не блистает. Но эпатаж жив. Вот эти вот белые бантики или кружева. И тема декольте довольно глубоко раскрыта. Это выставка дынь, откровенная. У кого дынь, у кого арбузов, у кого яблок, у кого чего есть. Это не допускается. А разве в Европарламенте и Вашингтонах умеют так совмещать мини с ботфордами, как наша Татьяна Донец? Ежедневно она меняет свой наряд. Надевают как кожаные брюки, как ботфорды, себе позволят также и короткие юбки. Отсутствие юбки не допускается. Я считаю, это отсутствие юбки. То, что едва начавшись, уже сразу закончилось – это не юбка. Длина до середины колена не короче. А ботфорды? Да, о чем вы говорите. Это вообще исключается. Еще дальше пошла Виктория Сюмор, представив образы полулежа в красном и просвечивающемся бюсткальтере. Сюмор – это вообще исключается в деловом дресс-коде. Причем не только в парламент. Я знаю и частные компании, куда бы ни пустили сотрудниц в этом. Савченко, да. У нее были разные выходы. Она была вначале в вышиванках, потом майки с трезубцем, потом босиком, были шапки. Знаете, крайности какие-то. То она появляется на экране в темно-зеленом платье с красными губами и патирует этим публику или те, кто за ней желают показать, что вот Надя и такой может быть. А потом она тут же надевает дутую куртку. Это значит, что она и говорит разное, в зависимости от. Точно так же, как и одевается. Это лучшее преображение нового поколения, вот, восьмого созыва Верховной Рады. Это, скорее всего, Владимир Торосюк и Семен Семенченко. Они поправились, набрали веси. Могу предположить, что у людей все хорошо. Это очень сложный вопрос. Я не могу вам на него ответить. Донецк как одевалась, так и одевается. Да, да. А знаете, почему мы каждый раз рискуем обмануться в своих избранниках? Политехнологи советуют им быть вот настолько, чтобы люди их любили. Когда человек видит кого-то, кто хуже, чем он, он всегда на него будет смотреть. Существование человека, который хуже, чем мы, он оправдывает наше существование. Мы на фоне их кажемся себе хорошими. Все, что можно рекомендовать избирателям, пожалуйста, оккультуривайте себя, свой вкус как-то, да. То есть повышайте свою планочку, все остальное. И тогда у вас будут нормальные люди. Вы тогда будете выбирать нормальных людей. Редактор субтитров А.Семкин